Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст Confluent Side, подкаст про HR, рекрутинг, всякие такие дела. Я забыл к себе в подкаст разных людей из этой индустрии, и не только из нее. И задаю им всякие вопросы, которые мне интересны, и вам, надеюсь, тоже. Что надо сделать вам? Мне кажется, вам надо сделать очень простую вещь. Это поставить оценку в том сервисе, где вы нас слушаете, и написать отзыв какой-нибудь. Мне будет приятно, и всей нашей команде в HuntFlow будет приятно. У меня сегодня в гостях Юля Гудкова, HR-директор стримингового сервиса «Звук». Привет, Юля. Как твои дела? Привет. Очень рада наконец-то попасть в HuntFlow подкаст. Дела супер. Надеюсь, что у нас сегодня с тобой получится обсудить что-то действительно важное и интересное, полезное коллегам-соратникам в HR-сфере. Кайф. Юль, можешь про себя рассказать, про свой какой-то бэкграунд и трек карьерный. Как это все случилось, что мы вот с тобой в этой точке, где ты говоришь, что ты HR-директор стримингового сервиса «Звук». Мне кажется, что оно случилось достаточно естественно. То есть я себя без HR, в общем-то, не знаю и не помню. С камней еще студенческой. Были практики. Я пошла писать работу в кадровое агентство на четвертом курсе. А где ты училась? В психпеде. Московский государственный психолого-педагогический университет. То есть прям классический заход в HR? Как будто бы классический, но если немножко добавить, знаешь, такого спайси. До этого вся моя жизнь была в математической сфере. То есть я училась в математических классах, я пошла в физмат-лицей. Я вообще должна была идти в Московский энергетический институт. И в 11 классе я что-то посмотрела на эти все сопроматы, физики и поступила в психолого-педагогический университет. Потом длительное моргание, и мы очнулись уже в IT. В IT я перешла достаточно быстро. То есть посмотрели, попробовали. Кадровое агентство, оно было обычное кадровое агентство широкого профиля и типа, где ты можешь и какого-нибудь консультанта по продажам металла проката искать и кого-нибудь в рекламное агентство. В мой фокус внимания попали айтишники. И все. Это тот момент, когда ты что-то узнал и не можешь это разузнать обратно. То есть ты коснулся мира IT, и он тебя полностью увлек, и все. И вот последние 10 лет посвящены IT. Разносторонним, тем не менее имеющим под собой что-то общее, какой-то культурный код. А чем ты занималась конкретно, если говорить про задачи твои за эти 10 лет? Наверное, самый большой спектр того, чем я занималась в HR, он сейчас. Потому что, например, у меня были позиции, которые назывались HR-женералист. Ты один на всю компанию. Ты можешь делать там 5, 6, 10 проектов, но ты не можешь делать 100 проектов одновременно. А сейчас, когда я имею у себя внутри только 6 направлений, и внутри этих направлений есть еще какое-то количество людей, у тебя масса вот этих полезных дел, она становится огромной. Поэтому больше, чем сейчас, наверное, я не делала никогда. У меня была и рекрутмент, и корпоративная культура, и я занималась компенсациями и льготами, так или иначе. Мне кажется, без ДМС они живут ни в одной компании, поэтому, в общем-то, имела отношение к этому тоже. Когда ты один, ты работаешь как HR-BP, это твоя главная функция, да, саппорт людей, адаптация, их вообще lifetime в компании полностью от тебя зависит. Поэтому в целом, наверное, касалась каждой сфер. Окей, последние три года ты в звуке. Можешь про звук рассказать, что это такое? Звук — это аудио-стриминг. Это то место, куда ты идешь, когда ты вечером сидишь в теплой компании друзей, и тебе очень сильно хочется именно сейчас послушать Таню Буланову. Наша ключевая задача — сопровождать, дополнять каждый момент жизни человека подходящим звуковым сопровождением. И нам хочется поддерживать людей и помогать им создавать какую-то музыкальную химию, знаешь, между нами и ними. Окей, а с точки зрения бизнеса можешь рассказать? Потому что, мне кажется, у нас никого ни разу не было и стримингов как раз в подкасте. Как это устроено? То есть, какие бизнес-направления? Потому что мы когда с тобой готовились, ты рассказал несколько штук, которые для меня были как направления бизнеса такими «вау, нифига себе, как это бывает». Можешь рассказать с точки зрения бизнесовых штук, как это устроено? Если мы берем классический стриминг, это B2C. B2C — это когда у нас есть либо приложение в телефоне, либо у нас есть веб, на который ты заходишь и слушаешь подкасты, музыку, любой аудиоконтент. Несколько лет назад мы решили добавить к нашей B2C истории B2B. B2B — это немножко уже другой формат. Это озвучивание пространств, это кафе, это рестораны, это магазины одежды, это могут быть автозаправки. Это другой формат музыки, это другой формат потребления, очень интересный. На самом деле мы даже иногда не обращаем внимания, как сильно влияет музыка в том пространстве, в котором ты находишься. Она может управлять твоим настроением, направлять тебя в расслабление или в интенсив какой-то. И год назад, не так давно, появилось еще одно направление. Это B2A — «бизнес-то артист», потому что стриминг, он всегда про связь между артистами-лейблами и конечным потребителем. И артисты-лейблы, они бывают состоявшиеся, уже серьезные, с имиджем, с брендом. А есть ребята, которые еще только ищут себя. Это молодые артисты, фрешмены так называемые. Они могут искать продюсеров, они могут искать свою аудиторию. И мы делаем продукт еще и для них. Таким образом мы покрываем, у нас получается такая мини-экосистема внутри звука. У нас есть и B2C, и B2B, и B2A. То есть мы везде. Можно вот этот пирог как-то разделить на какие-то части? Что из этого больше всего приносит прибыли из этих направлений? Или это какая-то равномерная конструкция? Мне достаточно сложно будет сравнить про прибыль, потому что у них разные схемы, как мы работаем, и разные схемы монетизации. Если мы говорим про звук, который B2C-шный, мы существуем в рамках подписки Сберпрайм. То есть конкретно на звуку пользователь не платит. Он покупает подписку Сберпрайм, в которой находится звук. Поэтому там система монетизации идет через, в общем-то, утилизацию, через пользователей, через вот эти ретеншины и так далее. Если мы говорим про B2B-сторию, там чуть-чуть более конкретно и понятно. Там мы предоставляем услугу бизнесу, за которую бизнес нам обратно платит денежку. В B2E-истории еще сильный молодой развивающийся бизнес. Там стрим еще не очень понятно, как он устроен. Да, он еще не наполнен. То есть мы сделали много полезного. Там есть тоже, например, инструменты для артистов. Есть такой инструмент, который позволяет тебе анализировать, как слушают твой трек, какой трек больше заходит, на какой из них кликают, длительность прослушивания, первый альбом, второй альбом, EP и так далее. Это очень полезно для артиста. Это опция, но для того, чтобы понять реальные мощности этого направления, нам нужно его подождать, пока он наберет свои обороты, пока там будет какое-то критическое количество артистов, которые мы можем посчитать. Сейчас довольно часто есть история с тем, что какие-то большие компании покупают какие-то сервисы. И что происходит дальше, никто не знает. Просто ты новость читаешь, вот сделка состоялась. И ты пришла как раз на границы вот этого перехода. Можешь рассказать немножко о том, что это была за компания, куда-то приходила, и поменялось ли что-то или не поменялось? Да, конечно. Мы жили весело, задорно. Мы жили в Телеграфе. Это была очень небольшая команда. Телеграф для наших слушателей, кто не знает, что это такое, это такой большой каворкинг спейс на Тверской. Он был как раз в здании Телеграфа. Абсолютно так. Очень классная локация. Очень много модненьких стартапов там побывало в свое время. Звук начался, правда, как компания, которая хочет побороть пиратство. В 2010 году не было принято платить за музыку. Что это такое? Музыку вот зашел, скачал, в Винап загрузил, дальше пошел. Мне кажется, это, правда, было достаточно революционно. Мы появились первыми. После нас появился уже Яндекс. На мировой арене появился Спотифай. И за 10 лет мы пришли к тому, что музыкальная индустрия перестала существовать отдельно. Поэтому, когда мы говорим о том, что как мы живем сейчас, мы живем окей, мы живем так же, как и другие. Мы идем в ногу со временем. Здесь эксклюзивности, скажем, нет в этом моменте. Что касается того, что был за звук тогда и что такое звук сейчас? Я точно знаю, какой звук был раньше, потому что я знаю их бывшего HRD. Я прекрасно себе представляю, какую они строили тогда команду, какой колчефит был и какую команду она передавала мне, когда пришла я. И это все то, что при тебе уже случилось, твоими руками? Конечно. Слушатели, да, не видят, но вот этими руками. И ребята, которые делали старый звук, есть еще с десяток, наверное, людей, которые до сих пор еще с нами работают. Есть мальчик, который работает у нас, по-моему, с 2013 года. Десять лет человек работает. Он видел все. Он видел все возможные виды звука, все трансформации. Он проходил, я не знаю, он просто супергерой. Был важный всегда аспект, знаешь, когда команда переходит, они делали этот продукт, у них корз знания. Без них бизнесы даже не покупают, как правило. То есть очень переживают, когда бизнес купили, и все разбежались. Очень сложно будет его поддерживать, развивать, что-то надстраивать. Поэтому не то, что у меня задача была написана где-то в жире, задача удержать всех сотрудников. Но ты интуитивно и логически это понимаешь, что тебе нужно сделать так, чтобы люди остались. При этом тебе нужно развиваться, потому что у тебя появились у компании серьезные цели, поменялась структура как раз, да, что мы делаем, для кого мы делаем. У тебя бизнес-модель поменялась даже, то есть на таком уровне. Конечно. И поэтому тебе нужно тут балансировать между людьми, между бизнесом, что нужно им, что нужно другим. Я надеюсь, и, честно говоря, я уверена, я знаю, что у меня это получается довольно хорошо. Как я могу это понять? Ну, наверное, тем, что вот у меня еще работают старички, и они растут, и они чувствуют себя комфортно. И я вижу этот респект, который они дают мне за то, как и звук выглядит сегодня. А покупают, как ты говоришь, все-таки и людей, и ценности? Не уверена, что я тут с тобой соглашусь. Все-таки, если мы говорим про покупку бизнеса, там, наверное, людям не так интересны ценности, которые существуют внутри. Ты покупаешь бренд, ты покупаешь продукт, ты покупаешь команду, ты покупаешь потенциальную пользу. А почему тогда важно вот этот колчокод каким-то образом все-таки оставлять? Это важно для тех, кто внутри. Это же прямая связка, да? Если ты берешь тех людей, которые знают продукт от и до, делали его, писали его с нуля, знают каждую закорючку в каждом коде, конечно, тебе гораздо проще сказать этим ребятам, а давайте вот сюда пойдем, давайте сделаем еще вот такую фичу, давайте сделаем из звука сервис номер один на рынке всех аудиостримингов. Потому что можно собрать целиком новую команду из новых людей, которые друг с другом не знакомы, они никогда не работали вместе, они профессионалы, они компетентны. Дать им задачу, они пойдут ее делать. И если сравнить это с точно такой же группой компетентных людей, но которые друг с другом знакомы, разделяют какие-то общие ценности, я твердо уверена, что вот группа именно связанных между собой людей, чем-то кроме общих задач, дойдет до успеха быстрее, выше, лучше. Окей, и ты как раз вот на этом переходе пришла. Что происходило, как этот процесс был устроен, потому что ты прям наблюдала и активно участвовала в таком масштабировании? Во-первых, увеличилось количество направлений, то есть мы стали не просто аудиостримингом, а таким мульти-аудиостримингом. Мы начали выходить на другие рынки, по сути. Поэтому точка номер один — это дифференциация в направлении аудиостриминга. Дальше мы говорим про то, что рынок высококонкурентный, и чтобы даже стоять на месте, нужно бежать в два раза быстрее, как в Алисе, да? Поэтому нам нужно было добирать людей, чтобы и делать то, что мы должны были делать, и делать что-то новое, чтобы рынок удивлялся, чтобы мы привлекали пользователей, чтобы мы были классными, чтобы мы стали запоминающимся, чтобы мы начали приводить людей, опять же, в подписку, чтобы мы были центром притяжения. Чтобы все это сделать, мы сначала укомплектовали команду топов. Это была моя задача, естественно, номер один. Что за направления, какие они должны быть? Они тоже бывают специфическими. То есть мы, по сути, продуктовая IT-компания. CPO и CTO, base — суперлюди, на которых мы всегда смотрим. Дальше мы говорим про развитие, когда развивается сам бизнес, развиваются и саппорт-функции. Саппорт-функция бизнеса основная — это маркетинг. Нужно было расти, нужно было растить узнаваемость. Мы переименовались, у нас было несколько ребрендингов. Это огромная работа маркетинга. Когда мы добавили B2A, у нас появилась вертикаль, которая работает с артистами. То есть это и менеджеры по комьюнити, это менеджеры по работе с артистами, у нас появилось своё пространство. Когда бизнес прирастает так сильно, нам нужно какую-то операционку вести. Почему? Опять же, потому что это очень важно — уделять внимание и дотягиваться до всех людей, которые есть у меня в компании. Потому что я хочу, чтобы люди работали не просто, знаешь, эффективно до выгорания. Ну, то есть типа вот чтобы мы проработали так, что, знаешь, к концу года головешки остались от людей, и мы запустили новый цикл найма с 24-го года. Нет, я хочу, чтобы люди получали удовольствие от работы, чтобы работа была важной частью их жизни, чтобы мы, возможно, даже помогали человеку за границами рабочего времени с какими-то его личными вопросиками. Поэтому, например, в HR у меня сейчас вот так много людей. За эти три года это как-то и на момент наросло, или это тоже постепенный рост был? Нет, конечно, постепенный. Мы сначала развивали рекрутмент. Первые люди, которые приходят в компанию, это рекрутмент. Нам нужно было наращивать количество людей. Рекрутмент — адаптация первой люди, которые появились вообще. Дальше вторые, скажем так, люди, которые у нас появились, это область марчара. То есть это маркетинг HR, это внутренние, корп-культура, это какие-то ивенты, это рассылки, это дайджесты, это таунхоллы ежеквартальные, ежемесячные. Таунхоллы — это что такое? Таунхоллы — это встречи, на которых мы все встречаемся с топами, и топы рассказывают, какие у нас планы, а что мы сделали, что хотим, кому сказать спасибо, кого похвалить за какой-то проект, такие организационные штучки. Потом изнутри развился отдел T&D, это, соответственно, обучение и развитие. Это перформанс-ревью, это 360, это какие-то митапы, это внешние конференции, где-то куда-то сходить, выступить. Люди, если пришли в компанию, хотят в ней развиваться. Большинство за год, за два из медлов превращаются в сеньоров. Не все люди хотят из сеньоров дальше превращаться в тимлидов, то есть бывают ребята, у которых такая экспертная ветка в развитии идет. Но, тем не менее, они любят, например, делиться знаниями. У нас за год внутри только компании проходит порядка 40-50 митапов, которые готовят сами сотрудники для других сотрудников. Дальше мы… Это уже был проект, который мы ввели ранее. Син-Би, он разный. Син-Би, понятно, что с самого первого дня я еще пришла про Син-Би, не было никакой речи, но первым делом мы сделали людям ДМС. Как бы базовая плюшка для всех IT-компаний, без нее жить невозможно. Но за эти три года Син-Би приобрел уже совсем другие масштабы, и он систематизировался. То есть не просто базовый набор, там белая зарплата, скидки на ипотеку и ДМС, плюс-минус, все понятно. А когда мы говорим, например, про систему грейдинга, это огромный проект на всю компанию. А у вас не было ее до этого? До этого не было, год назад мы ее сделали. Поэтому потихонечку-потихонечку все приобретало масштаб и росло. Давай тогда сейчас обрисуем, как в целом компания устроена и как раз зарулим в сторону твоего отдела, HR, как внутри у вас все выстроено, какие роли, как вся эта машина работает. И какой-то общий профиль, ну условно, кого вы больше всего, например, нанимаете? Что это за специалисты? Это IT. IT в широком смысле слова. От продукт-оунера, который работает в связке с PM, с продуктовым аналитиком, с дизайнером, переходя в разработку, где опять весь стэк. Бэкэнд, фронтэнд, iOS, Android, QA. И еще плюс есть такие ребята, которые называются эксплуатацией. Те, которые делают так, чтобы сервис не падал, был стабильным, выдерживал нагрузки. То есть это девопсы, СРЕшники, есть техподдержка, техподдержка внутренняя, внешняя, мониторинг. Без него вообще никуда. Плюс дизайн. Без дизайна достаточно сложно работать вообще всем. В дизайн стекается с задачами и продукт, и маркетинг, и HR. Это такая огромная фабрика по красивым картинкам. А орхоструктурно это все продуктовые команды, или условно есть отдел дизайна, в который все стекается? Или и так, и так бывает зависит от задачи? Конечно, и так, и так. Если мы говорим про орхоструктуру, дизайн-директор находится под CPO. То есть он работает тесно с продакт-лидами. Если мы говорим, как в реальности это работает, то весь продукт нарезан на продуктовые команды. Я бы даже сказала, на продуктовые стримы, внутри которых есть несколько команд. Там 3-4 команды в стриме. Это матричная структура, когда у тебя есть команды и есть линейные. Да, все так. А так и было раньше, или это какой-то тоже процесс, в который вы приходили? Это тяжелые процессы поиска и трансформации тех структур, которые удобны бизнесу. Продуктовые команды, наверное, существуют с нами уже года полтора. В текущем году мы просто их увеличили в количестве. Просто фабрика по производству фичей. А как с точки зрения продуктовой это все нарезано? Смотри, например, ты открываешь приложение, там есть главное. Есть продукт-лид, который отвечает именно за наполнение этой страницы, что на ней происходит, куда что листается и так далее. Дальше у нас есть вторая вкладка, это браузинг. То есть то, где ты ищешь, там, где у тебя есть какие-то подборки. Есть третья вкладка, это вкладка коллекции, туда, куда мы обычно складываем на полочку какие-то плейлисты свои, собираем или переносим коллекции из других сервисов. У каждой этой вкладки есть продукт-лид. Есть еще веб. Это вообще отдельная поверхность, это тоже отдельная совершенно история, у нее тоже есть продукт-лид. Окей. Давай вот как раз в сторону тогда уже HR уйдем. Можешь как-то по ролям сказать, во-первых, как вы устроены, то есть это какая структура, там, не знаю, HR-бизнес-партнеры, или это как-то по-другому выстроено, там, сколько из этого людей, которые рекрутментом занимаются, сколько других ролей? Оргструктурно. Есть я, у меня есть шесть направлений, шесть следов. Первое вообще в воронке всего взаимодействия с кандидатами, которые потом становятся сотрудниками, конечно, рекрутмент. Суперважный отдел, все начинается с него. Это самый большой отдел, потому что на них приходится огромная нагрузка. Дальше, когда люди приходят, мы адаптируем человека. Нам важно, чтобы человек не просто вот мы его нашли и такие, ты классный, мы классные, гоу. Адаптация. Это уже HR-бп, это их зона ответственности, то, с чего они начинают взаимодействовать с сотрудником. Дальше мы говорим про марчар. Это внешний HR-бренд и внутренний HR-бренд. И это немножко разного рода активности. Сильно разные активности. То есть одно, это ты ходишь там со стендами, брендами, что-то рассказываешь, что-то публикуешь там на виси на хабрах, проводишь опросы и участвуешь в рейтингах работодателей, там вот эта вот история. А другая история, это про корпкультуру, это про ценности, это про дайджесты, это про вот эти встречи, таунхоллы, где мы в том числе собираем с сотрудников вопросы, чтобы ответить на них на таунхолле. Не так, что знаешь, типа, это новости по телеку, которые идут, и ты в каком-то фоновом режиме их смотришь. Нет, чтобы они были полезные, чтобы мы давали ту информацию, которая правда людям нужна. Дальше мы говорим про T&D, Performance Review, 360, ИПР, отправить на обучение, митапы внутри, митапы снаружи, если мы хотим с кем-то поделиться какой-то историей. Это CNB, это про вознаграждение, это про все наши льготы, это про систему мотивации, это про ДМСы, кавворкинги, компенсации спорта и вообще про весь бюджет HR в целом. И, конечно, АХО. Я считаю и всегда считала, что АХО – это исключительно HR-ский инструмент. Это вообще первостепенная забота о людях, где они сидят, что они едят, насколько им удобно, вот эти пуфики или там рабочие столы, которые, знаешь, вот эти выдвигаются, если нужно поработать стоя. Мне кажется, что это всегда было и должно быть забота HR. Я себе вот не представляю, знаешь, как в старого такого типа компаниях, где есть вот этот вот отдельный какой-то сегмент, который там «мы канцелярию закупили». Нет, у меня вся канцелярия, она вообще брендированная. У меня канцелярия – это совместный проект АХО и Марчара. Потому что АХО говорит, нам нужно что-то купить, а Марчара говорит, а давай мы ценности налепим, чтобы на каждом карандашике у нас было там «оставь свой след» или «доверяй своим» и так далее. Ну, то есть, а как иначе? Я даже, честно говоря, так давно уже занимаюсь АХО в том числе, что даже не представляю себе, как без него жить. Я примерно понимаю, как устроена работа рекрутеров, но с учетом того, что у меня частенько здесь бывают HR-директора, я все равно до сих пор, из-за того, что есть такая неравномерность в этом с продукт-менеджерами, что вроде роль одним образом называется у всех одинаково, а функционал у всех очень разный. Вот что такое HR-директор у вас? Ну, то есть, какие инструменты влияния на то, как устроен рекрутинг, на то, как сделать так, чтобы люди дольше в компании оставались, не выгорали, вот это все. Вот каким образом твоя работа здесь выстроена? Ты знаешь, HR-директор в нашей компании – это достаточно уникальная роль. Я никогда не работала таким HR-директором раньше. Ключевая разница состоит в том, что тебе нужно и быть HR-директором, и твоя команда – это TND, HRBP, рекрутеры и так далее, но при этом вот это вот слово «ди», оно говорит о том, что вообще моя команда – это топы. И здесь мне очень важно совмещать потребности топов, когда у меня есть с ними какие-то взаимодействия, синки, one-on-one, и я узнаю, а что нужно им, а что важно для их подразделения. Это тоже такой, знаешь, матричный HR немножечко получается. Есть общие цели, задачи HR, но здесь вопрос о вовлеченности. Например, моя любимая история, мы ее делаем уже, в общем-то, с 21-го года. Каждый год, два раза в год мы смотрим, как люди себя чувствуют. Мы не просто смотрим, мы садимся, бронштормим, планируем какие-то активности, которые касаются каких-то определенных метрик. В этом опросе вовлеченности проходит полгода. Мы проводим его еще раз, смотрим, сработало ли. Опять броншторм, опять задачи. И вот так вот мы уже делаем три года. Таким образом, я точно знаю, что у меня получается, что работает с меняющимся составом людей, потому что они приходят из разных компаний со своими разными бэкграундами. Невозможно даже на этапе рекрутмента, хотя у нас есть этап к рекрутменту culture fit, например. Потому что очень важно не только быть технически компетентным человеком, но еще классно сходиться с теми, с кем ты и планируешь работать в будущем. Вот есть такие нюансы, которые рождаются, в общем-то, только из опыта. Из опыта работы, из опыта взаимодействия. Задачи по всему HR, они идут от бизнеса. То есть откуда мы знаем, сколько людей надо брать? Откуда мы знаем, какую вакансию сейчас открывать? У бизнеса есть планирование. Планирование на год, на квартал супер четкое. Поэтому мы заранее знаем, например, сколько людей нам нужно, что это будут за люди, а что мы будем делать в следующем году. У нас вот упор будет на маркетинг или на разработку. Нам много надо фичей или нам дизайн нужно делать в следующем году. Поэтому ты всегда можешь HR подстраивать под то, что нужно. Нам нужно нанимать новых людей или удерживать людей? Нам нужно сделать их эффективными или нам нужно их развить? Всегда задачи HR, они идут, конечно, от задач бизнеса, от вот этой линейки топов, которые выражают в том числе свои пожелания и делятся своими планами. А с точки зрения инертности часто же бывает, что ты напланировал что-то на год и случилось что-то, что сильно планы переиграло. Ты как часть команды топов на эти цели закоммитилась, работаешь, но как вот дальше декомпозиция, вот это все происходит на, условно, людей уже из команды, которой ты руководишь? Как это устроено? Насколько это быстро происходит, эта перестройка? Я понимаю, о чем ты говоришь, но в нашей жизни так не работает вообще. У нас не было ни одного года, когда мы не выполнили те цели, которые мы запланировали, несмотря на то, что происходило. Ковид ли то или еще какие-то другие события, которые происходили в мире. Ничего нас не отвлекало от того, чтобы сделать то, что мы запланировали. Мы гибкие, мы адаптивные, и все это рождается, в общем-то, опять же в той же команде топов, которые вовремя могут подстроиться и сказать, что здесь мне нужно больше людей, здесь мне нужно больше времени, здесь давайте подключим Outstaff, или что угодно, что им нужно, какие ресурсы им нужны дополнительные, или давайте сделаем здесь MVP, а не целиковую итоговую уже версию, отточенную до блеска, и заложим какое-то время на то, чтобы потом разобраться с багами и навести лоск на продукте. Всегда-всегда нужно подстраиваться, то есть поэтому я говорю, есть план на год, он общий, но план на квартал, он очень четкий. Как у вас вот эти цели вообще строятся? Это какие-то ОКР или какой-то есть фрейм вокруг того, как вы цели в компании ставите, и как они дальше декомпозируются, как вы их измеряете, в общем, как это устроено? Есть цели, которые измеряются на уровне компании, они прибиты гвоздями, их никто не трогает. Это ответственность SEO, и SEO-1. Это EBITDA, это количество пользователей, отношение МАУ к DAO, это таймспен, сколько люди проводят времени в нашем сервисе, это ретеншн пользователей, это укомплектованность та же, если про HR-метрики говорить, или про текучесть, например. Но я, например, свою укомплектованность и текучесть не спускаю на всех своих минус один в пропорции. Понятно, что марчар, он может отвечать за текучку, но у него еще есть часть, например, где он отвечает за HR-бренд внешний. И там напрямую это не ложится. То есть у меня есть стратегия в HR, у моих минус один тоже есть стратегии по направлениям. И дальше ежеквартально мы смотрим ротмапы, получилось, не получилось. Какой фокус внимания сейчас? Хотим ли что-то подвигать? И таким образом мы итерационно движемся уже к концу года. Бывают даже проекты, которые уходят. А вот эта связка между, условно, вот этими высокоуровневыми показателями, то, что ты говорил, EBITDA, retention, соотношение Mauda, вот это все, каким образом оно дальше превращается в метрику марчара, продуктовой команды? Как это устроено? Не все метрики компании имеют отношение к HR. Мы никак не влияем на Mauda. Напрямую мы не влияем никак. Мы проходили этот этап, когда мы делали ОКР. ОКР у нас были, ОКР уже в прошлом. Мы сейчас фиксируемся на том, чтобы у каждого направления были все-таки свои конкретные метрики. У меня метрика вовлеченность есть. У меня есть метрика удовлетворенность, потому что вовлеченные, удовлетворенные люди, которые работают, например, в продукте и в IT, они делают Mauda хорошими и высокими. Но прямой связки здесь нет. Поэтому у меня метрики свои, но я часть метрик общих компанейских беру на себя. А какие? Укомплектованность, текучесть, удовлетворенность, вовлеченность и беда. Укомплектованность и текучка на нее смотрят все. То есть это основные метрики верхнеуровневой бизнеса, потому что если у нас бизнес не укомплектован, то есть если нет людей физически, которые это делают, в общем-то ничего не получится. А с точки зрения распределения, понятно, общее количество вакансий, а вот дальше мы 150 андроид-разработчиков нанимаем и фронтендеров, и всяких таких ребят. Здесь как вот это бьется, потому что есть же еще нанимающие менеджеры, которые хотят больше людей на разные роли. Ты знаешь, не всегда, кстати, в последнее время находятся такие люди, которые говорят, горшочек не вари. Нас слишком много, и мне кажется, что правда, есть достаточное количество людей, которые могут сделать классный продукт. Их не обязательно должно быть семь, восемь, десять тысяч человек. До тысячи человек компания вполне может производить крутой продукт с регулярными релизами, с какими-то новыми фичами. Все вполне доступно. Есть еще вот эта тема про ресурсное мышление, что мы часто считаем, что чем больше людей, тем больше пользы, но часто бывает прям совсем по-другому. Что наоборот, в условиях ограничений ты можешь сделать больше. До какого-то разумного предела, но все равно. Согласно системе с другим, хочется целесообразно подходить к ресурсам. Поэтому, когда ты говоришь, почему не 150 андроид-разработчиков, это идет как раз из бизнес-планирования. То есть у тебя есть бизнес-план. Бизнес-план не тот, который в цифрах, в P&L, в Excel, а тот, который скорее стратегии, стратегии направлений. А что мы делаем? То есть чтобы сделать Мао-Дао вот таким, какие фичи мы должны сделать, что мы должны сделать в направлении развития бизнеса, какие будут метрики и таргеты у перформанс-маркетинга, например. И из этого мы сразу понимаем, какое количество людей, каких компетенций нам будет нужно. Поэтому никогда не бывает такого, что у нас из 300 человек 150 андроид-разработчиков. Это всегда кастомные люди на проекты. Проекты? Ну, фича — это проект. Ну да, просто это проект до какого-то момента, потом это продукт. Я про это, я поэтому удивился. Ну, бывают и проекты. В этом году у нас было зашкаливающее количество ФРК. ФРК — это федеральная рекламная компания, да? Ну, это проект. Ты его сделал, закончил, все. Дальше идет обычная жизнь маркетинга. Потом еще одна ФРК. Еще одна ФРК. На это тоже нужно большое количество маркетологов. Различных. Брендов, контентщиков, креативщиков, медиабайеров. Без этого ФРК не сделается. Мы когда с тобой готовились к этому разговору, ты сказал такой тезис, который мне хочется с тобой в этом подкасте обсудить. Чем больше HR, тем лучше. Можешь развернуть эту мысль? С огромным удовольствием. Я считаю, что HR-ов должно быть 10% от численности компании. А есть банчи — один HR на 100 человек. Я себе представить не могу, что мы делаем, как мы растем, какую заботу вообще сотрудникам мы предоставляем, как они развиваются внутри компании без нас. Конечно, можно по-другому жить. Нужно сделать несколько оговорок. У нас IT-сфера. Это значит, что мы постоянно развиваемся. Это значит, что мы находимся в конкурентном рынке. Для того, чтобы двигаться с этой огромной скоростью и при этом сохранять тех людей и ту эффективность, к которой стремится бизнес, люди должны чувствовать себя очень хорошо. То есть, если я провожу порядка, ну, честно говоря, ну, наверное, больше 9 часов на работе из своего рабочего дня, мне должно быть здесь очень хорошо. У меня должны быть приятные коллеги, у меня есть какие-то базовые нитс, да, ну, то есть покушать, пообедать, перерывы, я не знаю, удобные кресла, стулья. Я хочу, чтобы мое мнение что-то значило в этой компании. Я хочу быть значимым человеком. Это различные обратные связи, это 360, это те же перформанс-ревью, это разговоры с топами. Я хочу делиться своими знаниями. Я классный специалист, я хочу помогать. Это менторы, это бадди, это люди, которые выступают на митапах, это люди, которые ходят на внешние конференции. Я хочу получать достойный уровень заработной платы и нематериальных благ. Это компенсации, различные льготы, это есть история такая, я ее обожаю, насколько вот важно иметь много HR-ов, потому что когда у тебя HR-ов мало, то, наверное, у тебя так никогда не получится. У нас внутри компании создалась комьюнити, естественным образом, которая называется «Зверзвук». Звер? Звер, звери. Там, наверное, порядка 300 человек. Они каждый день туда заходят и постят фотки своих попугайчиков, своих игуанчиков, собачечек, кошечек. Если кто-то куда-то уезжает, они там просят друг друга посидеть, присмотреть, делятся какими-то там кормами, я не знаю, еще что-то. Это внутренняя потребность людей на работе, общаться, например, не только на рабочую тему. Не типа там в жире переписываться комментами, типа там я сделал, не сделал и так далее. Мы это увидели. Нам это очень понравилось. И из этого, например, разделалось несколько проектов. Один проект — это мерч. Мы начали делать классные миски для животных, на которых написано «Гав» — это звук, «Мяу» — это звук. Мы сделали такую благотворительную историю внутри компании, потому что мы поняли, что людям это актуально и важно. Открыли сбор денег помощи приютам. Мы приносили корма, приносили всякие там игрушки для собак, перечисляли деньги, помогли нескольким приютам. Еще самое, наверное, уникальное, о чем я даже не могла подумать и представить, мы внимательно посидели с чарами, подумали, посмотрели и нашли, что у нас, оказывается, есть такая штука в России, как PET-ДМС. ДМС для животных. Ого, это очень круто. Я бы никогда искусственно для маркетинга, для УТП даже не придумала бы такое. А слушая свою целевую аудиторию, своих сотрудников и работая с их потребностями, я могу им дать гораздо больше, потому что я буду закрывать точечные их потребности и нужды. А для этого мне нужно очень много людей и чаров, те, которые сидят в этих чатиках, организуют эти чатики, потом брендштормят со мной вместе после того, как получили какую-то информацию. И это все еще не считая той базовой работы, про которую мы уже с тобой говорили, когда нужно их нанимать, адаптировать, развивать, что-то с ними по дороге делать, перформанс-ревью проводить и так далее. Это вообще база. Об этом мы вообще, можно сказать, не говорим сейчас. То есть это нужно делать. Чем больше у тебя людей, тем больше ты можешь дать людям. Знаешь, это такой, мне кажется, эффект благодарности. Когда ты много делаешь для людей, они с огромным удовольствием отдают тебе обратно. Отдают тебе свое время, свои ресурсы, свой неординарный, очень частый интеллект. Когда ты не просто работаешь, знаешь, на задаче, которая передо мной, и все. А когда ты еще коллеги сходишь, поможешь, какое-то время потратишь, чтобы вообще обсудить вопрос, который тебя вообще никак не касается, но ты коллеги, опять же, можешь быть для него, знаешь, таким зеркалом, с которым нужно поговорить. Это рождает сумасшедшую энергию внутри организации, которая потом приобретает какие-то другие виды. У меня такой к тебе в этом месте вопрос. Когда ты топишь за то, чтобы у тебя 4% компаний были HR-ами, а вообще ты хочешь, чтобы 10% было. Как это доказать топ-менеджменту? Опять же, с учетом того, что какие-то штуки, о которых ты рассказываешь, напрямую на ту же самую EBITDA не влияют, на количество подписчиков не влияют, а влияют на что-то другое. На это смотрят, конечно, на укомплектованность и текучесть. Я не знаю, но, наверное, все-таки EBITDA в этом месте важнее, как метрика. Или нет? Для нас нет. Ты знаешь, бизнес любит цифры. Соответственно, нам нужно что-то замерить, показать. Вот прям вот было 10, стало 100. До этого time to market был такой, а вот сейчас мы в два раза быстрее. На мой взгляд, пока это оцифровать будет достаточно сложно. Это как измерять эффективность обучения. Вот ты отправил человека поучиться там за 50 тысяч рублей? Как измерить эффективность того, что ты его обучил? Да никак. Ни один HR в компании еще не придумал объективно, как это делать. Все это делают, все какие-то рисуют там схемки и формулки. Реально обучаемость не посчитать. Тут очень важно иметь схожий майндсет с руководством. По-другому пока что в нашей особенно культуре, мне кажется, что не получится. Я работала в разных IT и в разных стартапах или в крупных корпорациях и так далее. Все зависит от того, кто сидит наверху. Вот если человек не понимает ценности вообще людей, если он по-прежнему вообще считает, что это human resources, а не люди. Наши там коллеги зарубежные, они даже уже HR-ами себя не называют. Они же people management, потому что все про людей. То есть рано или поздно этот тренд, он дойдет до руководителей. То есть твоя мысль в том, что если ты HRD, приходишь работать в компанию и внезапно себя находишь в ситуации, где ты доказываешь, что HR, people management, это не какая-то сервисная штука. Идите там мне людей, приводите. И то вывод в том, что ты в процессе поиска работы должен этот вопрос решать и находить майндсет. Что не то, чтобы у тебя много возможностей для того, чтобы вдруг поменять майндсет топ-менеджмента и сказать, ребята, вообще-то они такие, о, действительно, вдруг все очнулись. Если честно, мне кажется, что руководители бизнесов, они, в общем-то, достаточно умные люди и уверены в тех решениях, которые они принимают. Поэтому история про изменения внутри, они возможны. Ты можешь прийти в компанию, изменить что-то изнутри, доказать своей работой. В режиме даже сжатых ресурсов ты можешь сделать больше всегда. Это даже интересно, это челленджит тебя. Но фундаментально, если люди не нацелены на то, чтобы образовывать людей, чтобы делать их лучше, чтобы привносить в их жизнь что-то классное, позитивное, а нацелены просто на то, что вот твоя зарплата, дай мне результат, такие бизнесы тоже существуют. Ну, какое-нибудь производство. Там действительно все шаблонизировано, там как раз очень большая инертность есть. Да, даже если туда придет такой чар, как я, там до того, чтобы произошли какие-то реальные изменения в компании на уровне людей, пройдет, наверное, ну лет пять. Да, это еще, мне кажется, такая история, знаешь, как есть разные роли в футбольной команде, вот есть роль вратарь. Когда он все отлично делает, то, ну, норм. А если происходят какие-то проблемы, не ловятся мячи, то сразу возникает напряжение. В случае с людьми это всегда про long-term истории, когда ты очень долго делаешь повторяемые какие-то действия, какие-то разумные и понятные, и видишь аккумулятивный эффект, вот как ты сказала, через пять лет. Но, опять же, какие есть методики, доказательства? Вот все же, если вот представить эту ситуацию в некотором вакууме, если ты не можешь напрямую сказать, смотри, было 10 рублей, стало 30 рублей. Смотри, какую я пользу приношу, вот с точки зрения тех метрик, на которые смотрит там, ну не знаю, акционер, CEO в разных конфигурациях, еще кто-то. Первое, что мы говорим, наверное, о чем надо говорить с акционерами, да, или с CEO, теми, кто там, совет директоров, кто на тобой, это выполнение вообще базисно всех тех функций, которые у тебя есть. То есть понятно, что вот как без вратаря, без найма, например, разговор о том, что «а давайте сделаем под ДМС», он невозможен. Если ты не выполняешь свои базовые функции HR, да, ну то есть как бы это невозможно. То есть есть все равно этапность развития. Мы закрываем базовую функцию, мы показываем здесь результаты, результаты классные у нас. Тут вообще вопросов ни у кого не возникает. Ну типа база, вот есть база, она отлично работает. Да. Тут очень важно просто понимать, что важно этим акционерам, да, ну то есть я не приношу своему генеральному директу, не говорю, что типа «Михаил…» Мы тут сделали конкурсы. Мы конкурсы провели и под ДМС сделали. Безусловно, нет. Это слишком мелкодисперсно для собственников бизнеса. Ему важны какие-то сутевые вещи. Ему важен, например, общий фидбэк сотрудников, который мы даем. Мы даем возможность людям выражать свои мнения или благодарности относительно того, как им работается в компании. Или есть кейсы, когда корп-культура, например, настолько сильная, что людей невозможно сманить даже на зарплату Х2. А это реальность? Такое бывает. Если мы говорим про какие-то плюшки, льготы, вообще любую заботу о сотрудниках, которая делается для галочки, то ее так и воспринимают. Ну, чтоб не ушел и чтоб пришел. Человека невозможно обмануть, понимаешь? Ты печеньками его не заманишь. Что я показывала недавно, например, своему SEO? Я вам показывала процент закрытия вакансий, рост за счет рекомендаций. То есть что такое рекомендации? А рекомендации, они у нас не за деньги. То есть люди хотят работать у нас, продолжать, и готовы это рекомендовать своим друзьям, бывшим коллегам. У нас есть даже ребята, которые своих братьев-сестер к нам рекомендуют. А когда, понимаешь, ты работаешь в одной компании со своей сестрой, и вам классно, и вы любите то, что вы делаете, и компания о вас заботится, ну, придут к тебе Х2. Иногда это сработает, если у человека, например, какой-то жизненный период, важный для него становление, не знаю, может, он ипотеку только что взял. Ему критически важно сейчас нарастить финансовую подушку безопасности. Да, окей, он уйдет. Но как только он закроет эту свою цель денежную, ему будет важно работать в компании, которая делает пользу. У меня есть точно фидбэк от рекрутеров, что к нам приходят люди, которые любят музыку. В любом ее формате. Или недавно собеседовал вот человек, который рассказывал, что сейчас ему очень важно даже на старте своей карьеры выбрать направление деятельности компании, условно говоря. Я не пойду работать в компанию, которая производит табак, говорит мне человек. Мир меняется, у людей есть ценности, у людей есть ориентиры. Внутренние, не только материальные. Конечно, да, мы все покупаем еду за деньги. Тут, мне кажется, как раз это же вопрос базы. Как ты говорила про базовые функции, у тебя должна быть понятная рыночная зарплата, которая тебя не оскорбляет своим размером, и которая тебе достаточно. Да, да, все так и есть. Базу мы выполнили, а дальше начинается самое интересное в HR как раз, после базы. А когда мы просто... Ну, вот это просто твой пример про X2. Это не про базу. X2 от базы — это сумасшествие. Я тебе могу сказать про себя. Год назад меня хантили. На X, ну, меньше, чем 2, 1,7, например, пускай будет. Ну, ты подумала? Ну, я встретилась, мы пообщались, конечно, мне было интересно, мне было очень приятно, что они меня так высоко оценили и так далее, и так далее. Но я не смогла, я не захотела. Во мне не проснулось вот этого яркого желания бросить все здесь и пойти зарабатывать X2. Ну, ты даешь. Ну, а еще какие аргументы в этом споре так называемом? Есть еще такие показатели, они относятся к сфере vanity. То есть это больше про бренд, про то, как нас ценят на рынке. Например, если мы взяли человека на работу, он проработал у нас 2 года, и он вышел от нас. Бывает такое, люди покидают компанию, это естественный процесс. Я уверена, что не все будут работать в одной компании десятилетия. Но если человек вышел на рынок гораздо более ценным кадром, вот это для нас большой показатель, например, будет. Например, как мы объясняем это нашим руководством, мы смотрим при экзит-интервью, в какие компании уходят люди. И если это компании с большими именами, для нас конкуренты и так далее, то мы естественным образом понимаем, что мы становимся поставщиком кадров для этих крутых компаний. То есть не мы оттуда забираем себе людей, а они у нас забирают людей. И это очень круто. А почему это круто? Потому что это говорит о том, что, во-первых, у нас работают лидеры рынка, крутые профессионалы, которые делают крутой продукт, и которых все хотят. Но с точки зрения бизнеса, это не очень круто или круто? Конечно, круто. Где EBITDA тут? EBITDA нет, ее не будет здесь. EBITDA — это ответственность топов. Очень часто рынок предлагает такие условия неадекватные. Я знаю свою цену по рынку. Скорее всего, это говорит о том, что это скам какой-то. Да, то есть они за что-то тебе платят. Понимаешь, они покупают не только твою компетенцию, но они тебе заранее... Компенсируют проблему, которая есть в этическом смысле, еще в каком-то. Да. Поэтому вот чисто бабки меня уже, наверное, никогда не обманут. Я не хочу умереть богатой, я хочу умереть счастливой. И поэтому мне важно каждый день на работе не деньги зарабатывать, а делать людей счастливыми. Чтобы они домой приходили и такие, господи, да, я так устал, но, боже, какую офигенную вещь я сегодня сделала на работе. Вот с таким ощущением, чтобы люди находились дома. Круто. Спасибо тебе большое. Не знаю, мне кажется, получился очень такой крутой разговор про жизнь HRD. Я честно скажу, что моя жизнь, правда, уникальная. И вот этот твой вопрос про доказывание SEO, аж неловко было на него отвечать. Это не обдоказываешься. Я, правда, работала и в стартапах, и там были молодые ребята, совершенно трендовые, современные, классные. Но если ты не понимаешь, что человеку нужен человек, это бесполезно. Ты можешь доказываться, обноситься эти цифры, EBIT, P&L, посчитать. Без разницы. Это вне их ценностного блока. То есть ты ему говоришь, как будто на китайском. Он такой, что? С чего? EBIT, пади выполни. Ну, то есть это как культуру в человеке воспитать. Это очень длительно. Для этого нужно получить второе, третье высшее образование. Причем всем участникам этого процесса. Спасибо тебе большое. Это была Юрия Гудкова, HRD, стриминговый сервис «Звук». Подписывайтесь, оценки ставьте, пишите отзывы, и в следующем выпуске с вами снова услышимся. Всем спасибо, и всем пока. Пока-пока.